Добрый день, уважаемые коллеги, рады всех приветствовать, всех тех, кто находится здесь, сегодня в зале наушной библиотеки Томского педагогического, и тех, кто подключился к нам удаленно, коллеги, у нас удаленно подключение достаточно много из разных городов Российской Федерации. Итак, коллеги, наша встреча проходит с вами, напоминаю, в первом день прохона науки с Томским педагогическим, открытие которого стало уже традиционным День Российской Науки, и, пользуясь случаем, поздравляю всех наших участников, аспирантов, молодых ученых и опытных исследователей с Днем Российской Науки, потому что их деятельность вдохновляет вас, поддерживает ваше стремление к высокому, движению вперед, всем вам достижения желаемых результатов и, конечно же, новых художественных успехов. А мы продолжаем серию научно-федологических семинаров нашей школы педагогного исследователя, расширяя тематикой нашего семинара «Влияние международного подхода» на качество педагогических исследований. Сегодня в разговоре нам важно с вами понять не только сущность и роль междисциплинарного подхода, но ответить также на риторический вопрос, почему и как влияет междисциплинарный подход на качество педагогических исследований. Переполняя педагогические исследования, мы обращаемся к философии, к истории, к психологии и другим наукам. И междисциплинарные связи, они сегодня становятся важным фактором в повышении качества современных исследований. Сегодня в повестке дня у нас два содержательных этапа. Первый установочный, который будет включать три выступления наших спикеров. Второй этап практически, где у каждого из вас будет возможность подумать, отнестись и понять, как преломляется междисциплинарная парадигма в собственном исследовании. Но на самом деле обо всем по порядку. Я, пожалуй, передам слово своему сом-оберантору, доктору педагогических наук, доценту, профессору капитал физики и методики обучения физики ТППУ, червоном Михаилу Александровичу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я присоединяюсь также к поздравлениям. Желаю просвещенности, креативности, изобретательности во всех ваших исследованиях, диссертациях, возьмем на руки, уважаемые коллеги. Ну и что сегодня нам предстоит? Я думаю, что, конечно, нам предстоит уточнить понятие междисциплинарного подхода, как его применять в исследованиях диссертационных прежде всего. Необходимо, конечно, уточнить пользу и благодарность его применения для своей диссертации на конкретных примерах. Я думаю, что нам все равно, как раз помогут наши подошенные поступающие. Ну, вкратце, вот я одно из определений для себя взял, что междисциплинарный подход – это параллельно так и множественные подходы и направления. При этом каждая дисциплина предлагает некое свое решение. Но в итоге у вас должно получиться свое решение, которое будет оптимальным и отличным для ваших проблем. Таким образом, есть устоявшие дисциплины, которые мы берем для того, чтобы использовать передисциплинарный подход. И вот уже вот Гармазанна сегодня проговорила некоторые дисциплины, которые часто используются для педагогических исследований, в том числе, прежде всего, философия наук, философия образования. И первый наш наступающий, я думаю, что и, конечно, затронет суть дисциплинарного подхода и, как известный философ, скажет нам, я думаю, в том числе, какие стороны, аспекты можно затронуть, и необходимо это делать в наших дисциплинационных исследованиях. Мы передаем слово Юлипу Сергею Борисовичу, допросов в сфилософских наук, доцентному, директору, не давно научно-образовательного центра Омского государственного государственного центра. Спасибо. Михаил Шумченко, номинация. Спасибо. Можете задать, чтобы наши удаленные участники также вас видят. Выйти. Спасибо большое. Я, как представленный философ, но постараюсь быть ближе к педагогике, поскольку в данной ситуации, мне кажется, это будет более продуктивно, и к тому же есть несколько слов, которые, как мне кажется, актуальны именно в свете междисциплинарного подхода в отношении и метрологических исследований в контексте вызова современности, о чем это действует, о чем и гласит название моего доклада. Так вот, в этом аспекте хотелось бы сразу же отметить, что междисциплинарный подход в педагогике актуален в условиях возникновения перед образованием новых вызовов, не имевших места еще каких-то 25-30 лет назад. В последние годы сложилась проблемная ситуация, разрешение которой предполагает переосмысление едва ли не всех базовых чертов вызывательной деятельности и совершенно точно затрагивает ее фундаментальные основания. Подчеркну, что это уникальная ситуация, поскольку в предыдущей эпохе трансформации в недрах образования в силу его самой природы занимали буквально столетия. Достаточно вспомнить, что, например, классно-урочная система знаменитая, в целесообразности универсального применения которой стали сомневаться только в 20 веке, возникла еще под влиянием идей Яна Амоса Каменского. А жил он, коллеги, да, 300 лет назад. Плюс также важно отметить, что Каменский выдвигал свои идеи для преодоления ДТК, в которые с его, ну и не только с его точки зрения, зашла дидактика, обуславливающая принципы образования на протяжении всего сомневековья. Другими словами, процессы, коллеги, которые занимали прошлое целое столетие, в современных условиях укладываются фактически в сроке жизни одного коллеги. И раз уж такая фундаментальная проблематика возникает, которая требует реализации междисциплинарного подхода, то необходимо, как мне кажется, здесь осветить и остановиться более детально на двух моментах. Это, во-первых, на самих вызовах эпохи, на которые должны отвечать современное образование и педагогика, реализуя междисциплинарный подход. Вот, в общем-то, я здесь согласен с Михаилом Александровичем в том виде, как он рисовал, то есть как матрица дисциплин, наложение которой на проблему, дает наиболее адекватное решение для той группы исследователей, которые рисуют некую исследовательскую деятельность. Ну и, конечно, необходимо второй момент осветить, в свете междисциплинарного подхода, раскрыть перспективы хотя бы поверхностно ответов на вызовы, с которыми столкнулся современное образование. Так вот, все вызовы современной эпохи можно условно разделить на две большие группы. Первая группа – это факторы, влияющие на развитие культуры и ее общества и имеющие глобальный характер, или всяхватные в данном случае. И второй – это тренды, возникающие как результат научно-технического прогресса в недрах современной цивилизации и демонстрирующие в основном технологический характер. Так вот, вызовы, относящиеся к первой группе, тесно связаны с фундаментальными подвижками в недрах современной цивилизации. Эта цивилизация, как мы все с вами знаем, имеет фактически планетарный характер, хотя нельзя сбрасывать со счетов развития локальных сообществ в национально-политических границах. И вот этот момент как раз порождает один из важных вызовов – сочетание глобальности и локальности. Так вот, наличие двух взаимоисключающих тенденций – это растущей глобализации и истреблений сохранить локальную специфику – предъявляет особые требования в современном образовании. В частности, в современных условиях уже проблематично ориентироваться исключительно на авторитарные модели образовательной деятельности. Может быть, для кого-то и к несчастью, а для кого-то к счастью. Так вот, в таких моделях активная роль закреплялась в авторитарных моделях, закреплялась за учителем, в то время как ученики должны были сохранять относительную пассивность. Учитель выступал своего рода от полонаром знаний, а ученики – их принципиент знаний. То есть, в целом, образование закладалось в процессной передаче опыта, накопленном предшествующим поколением, по цепочке ПК, от старого к новому. Так вот, с современной точки зрения, такая картина уже не адекватна в действительности. Не отражает ее. Ученики становятся активными участниками, равноправными, или должны становиться как минимум, да, равноправными субъектами образовательной деятельности. И задачи учителя меняются. Они существенно корректируются. Уже проблематично выступать в образе умудренного опытом наставника, занимая некоторую позицию субспеции, интернетис, то есть взирать на все с некой позиции вечности. Надо быть проводником в мир знаний и умений, включаясь в процессы формирования здесь и сейчас. Другими словами, учитель, преподаватель уже в принципе не должен претендовать на статус хранителя вечных истинств, к несчастью может быть, для самой истины и для самого учителя. Задача человека, занимающего учительскую позицию с точки зрения межрисплинарного подхода, заключается в активизации со своей стороны процесса освоения учениками тех знаний, которые ранее были получены предшественниками. Для того, чтобы сформировать как навыки получения подобных знаний, так и умения по их применению. Но цель образования в данном плане, как представляется, это не воспроизводство имеющихся представлений на новом этапе их развития, равно как не повторение личности учителя в ученике, а постоянное вид изменения сложившихся идеал их обновления и обогащения. Вызовы, входящие во вторую группу, мы раз в первый раз разобрались, находятся в тесной связи с результатами научно-технического прогресса. И они напрямую влияют на формирование новых способов образовательной деятельности, как минимум в двух ключевых направлениях. И здесь я как раз напрямую затронул один из тех вопросов, которые просили спикеров затронуть, а именно цифрализацию. Так вот, первое направление имеет составный характер и демонстрирует, на первый взгляд, некоторую свою противоречимость. С одной стороны, это миниатюризация объектов, которые попадают в поле воздействия современной техники, а с другой, стремление визуализировать явления и процессы окружающего мира, сделать даже самое малое, атомы и электроны, и самое большое, звездные галактики, доступным обозрением. Просто миниатюризация воплощается в новых системах вычислительных техник. Техники связи, новых материалов, полученных в итоге проникновения человека в микромизме. А визуализация позволяет строить модели даже тех явлений и процессов, которые традиционно считались необозримыми. Это и механизмы наследственности, закономерности мысли деятельности и другие. Так вот, в ответ на вылизовые созвучные и взрастающие роли миниатюризации и визуализации, современное образование обязано выработать новые подходы к приведению в целостный вид выявленных противоречий между двумя оказанными тенденциями. То есть все меньше, все меньше и меньше технические средств для все больше и больше проблем, понимаете? Которые в конечном итоге касаются всей, в общем-то, вселенной. Моделирование всей процессовой вселенной. Так вот, необходимы новые подходы. Важно постепенно отойти от линейного представления закономерностей развития природы и общества, равно как возникающих в обществе и отчасти даже природе. Моделям нелинейного представления тех же процессов, для того, чтобы максимально реализовать и получить. Ну, нелинейность – это вариативность, да, то есть многофакторность. Речь не о том, что мы какую-то линию не можем длить в прямом, в бесконечность. Есть речь о том, что линии разрываются. Так вот, построение нелинейных методик обучения и воспитания тесно связано со вторым из ключевых направлений, а именно с цифровизацией. Это стало плодом развития современной техники и активно влияет на современное образование. Цифровизация подразумевает все большее погружение в мир виртуальной реальности и расширение власти информационно-телекоммуникационных технологий. Меняются традиционные способы общения, передача информации, сами подходы к пониманию образовательной деятельности и другие моменты. Происходит отход от умений и навыков. И здесь мы, кстати, столкнемся с еще одним замечательным вещью, которое раньше с тысячелетиями даже складывалось, именно феноменом письма, а сейчас буквально за 30 лет. Новый тип письменности сформировался, понимаете, электронный. Такого никогда не было. Письмо формировалось тысячелетиями. Линейное, не линейное, не важно, да, то есть. Происходит отход от умений и навыков, формировавшихся, как уже сказал Эдуарий Ницин, в предыдущей историю культурного развития человечества. Постепенно отмирает навык письма рукой, уступая свое место набору текста на клавиатуре компьютера. Возможности современной техники позволяют отойти от хранения знаний в отдельно взятом физическом адресном месте, например, в библиотеке, архиве и музее. То есть хранилище может представлять из себя распределенный вид хранения в рамках физически разнородного на ртуаре единого пространства. То есть в современных условиях уже не обязательно идти в одну библиотеку, то есть в одно физическое место, чтобы получить одну физическую книгу. Можно сходить в несколько разных библиотек, в разных частях земного шара, если вам необходимы эти знания. Так вот вместе с ростом цифровизации постепенно повторяет идеал универсально информированной личности, в котором руководствовались участники доцифрового образования. На место указанного идеала выступает образ агента, делающего запросы в глобальные хранилища информации и получающего ответы на свой вопрос в режиме онлайн. И важно не то, что отдельная личность или группа людей знают и имеют принципы. Вчера или завтра вы будете их знать. А насколько эти личности и группы способны найти необходимую информацию здесь и сейчас. Ну и все сказанное позволяет заострить внимание на перспективах развития педагогического образования и науки педагогической в свете межрисциплинарных подходов и новых вызовов, которые требуют фундаментальных трансформаций в современном образовании как такового. И науки так же отражающие процессы в образовании, законы закономерности образования. И вот здесь следует поставить акцент на том, что подготовка педагога предполагает ориентацию на такие методики обучения, которые в некотором смысле противостоят или даже оппонируют, отталкиваются от чистого содержания образования. Будущим педагогам, как процессы передачи знаний, будущим педагогам жизненно важно самим научиться учить. В будущем своих учеников находить знания, а не только получать их в готовом виде. И возрастает роль информационной компетентности педагога, умения владеть современными технологиями во всем и богатстве и широком многообразии. В то же время, и вот здесь я готов, как говорится, поставил, что погоня за технологической грамотностью не может подменять гуманистический характер педагогической деятельности. Соответственно, необходимо все более и более гуманизировать педагогическое образование, несмотря на то, что все больше и больше на него влияет техника и технология. Подготовка педагогов не должна игнорировать тот факт, что учить в будущем придется в основном детей, а не взрослых. Полного равноправия субъектов образовательной действий в этом плане достигнутся быть не может в силу возрастных особенностей обучающихся. Тем важнее вздумчиво подходить к учебной деятельности, увлекая учеников в образовательный процесс. На основе субъектных подходов, а не занимать позицию всезнающего взрослого модельца, который прав по факту своей взрослой. И особенно это важно в ситуации легкого доступа к информации всех членов современного общества, что зачастую приводит к потенциальной возможности ученика быть как минимум не хуже подготовленного к уроку, нежели учителя, ориентированного на методики прошлого. Причем заявление о возможности такой подготовности не противоречит общей затрудненности достижения в образовательном процессе упомянутого выше равноправия в числе учеников. Конечно, юридические права учителя и ученика не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах. И в этом смысле оба участника образовательного процесса конечно равноправны. Но учитель общеобразовательной школы прошел специальную подготовку, которая его отличает от ученика. И учитель, в отличие от некоторых, конечно, вариантов университета, как правило, обязательно старше по году. В университете, как вы понимаете, бывает и обратная ситуация, когда молодой преподаватель младше своих учеников на заводченном отделе. Такое бывает. И каждый из нас с вами столкнулся. Но вместе с тем, это не делает учителя гарантированно лучше или мудрее ученика в личностном плане. Важно учесть все сложности современной образовательной деятельности и находиться в постоянном диалоге с учениками, с родителями, с коллегами, педагогами и обществом в целом. Только этот путь, равно как и постоянное повышение уровня педагогического мастерства, поможет педагогу, как представляется, реализовать в полной мере межсциплинарный подход и вполне гуманистически отнестись к своей профессиональной деятельности, оказываясь полностью готовым к этому современному. Вот что, собственно, коллеги, я хотел вам сказать в ответ на те два животрепещущих вопроса, которые возникали в процессе подготовки к нашим снямам. Спасибо большое, Сергей Борисович. Коллеги, есть вопросы? По выступлению. Можно мне? Да, пожалуйста. Пожалуйста, Зоя Алексеевна. Не знаю. Так вот, Сергей Борисович, а как вы думаете, как уже сейчас начинать готовиться вот как раз к формированию нового учителя будущего, о котором вы уже сказали? Или мы так и будем сидеть и только говорить, что надо, надо, надо? Нет, в принципе, есть модели. Есть модели, и одна из моделей, это модели, по слову, так интеллектуальных помощников, то есть искусственного интеллекта. К несчастью, да, учителю придется и приходится уже сейчас включаться где-то даже в конкуренцию или где-то даже в имитацию действий искусственного интеллекта. А это что означает? Это означает отсутствие своей ярко выраженной «я» позиции, что называется, то есть Алиса там или Маруся из ВКонтакте вам не будет наставить, что это она навязывает, да? Хотя она может это словесно выражать, они, да? Но действовать, как вот раньше, да, что вот я так считаю, так оно и есть. Они не могут. То есть вот этот посреднический характер, вот эта модель посреднического характера решена эмоциональной окрашенности, да, действий каждого конкретного. Она требует, безусловно, вовлечения педагогических знаний, да, то есть под процеду для учителя. Все больше и больше его наращивания. Ну и, конечно, это не отменяет наличие и необходимость не просто знаниевые составляющие подготовки, да, то есть учитель все равно должен знать больше, чем ученик, хотя бы на одну операцию, как минимум, да, больше, чем вот если, вот если, вот, сложение вычитания, да, то есть даже отмечать. Но здесь же важно, чтобы учитель еще был готов и умел, как вот тот искусственный интеллект, уметь грамотно ориентироваться в информационном потоке, иногда, и вот отчучиваться, как та же самая Алиса, которая говорит, ой, увы, я не знаю, даже посмотрите в губ. Вот, вот, как-то так и могу ответить на вопрос. То есть, книги ищения, да, то есть решение человечества, то есть подготовка, как мне кажется, педагогов современных условий, увы, она все больше и больше будет двигаться в направлении, ну, как бы, технологизации, соответственно, декоммунизации. Поэтому, именно поэтому я и выступаю. То есть, стою в этой высокой трибуне с пафосом-философа с призывом к тому, что гуманистическое составляющее должно сохраняться тоже. А вот как? Вот это другой вопрос. То есть, с технологиями это все ясно, мне кажется. То есть, ну... Спасибо всем, Борисович. Лидия, ну, какие Борисы... Да, пожалуйста, чем-то выясняйте. Сейчас очень много, говоря о межпоколенческом разрыве, но чаще всего есть правой разрыв, что люди бегают вперед, а чем старше поколение, тем медленнее увлекаются правые компетенции. Сможем ли мы говорить о межпоколенческом разрыве в обратном порядке, именно там мы не говорим о грамотности письма, о грамотности выражения своей мысли, о грамотности представления каких-либо данных, материалов? Ну, я так могу ответить на вопрос диабетики, да, то есть переход количества в качество и обратно, да, то есть тут же проблема не только в том, что есть разрыв, разрыв есть, да, но проблема в том, что есть разрыв внутри разрыва, потому что уже дети, которым сейчас 5-10 лет, они испытывают разрыв уже с тем, кому 15-20, потому что если те, кому 15-20, они осваивали активно, то есть они рождались тогда, когда цифровые технологии внедрялись, то нынешние дети, родившиеся 5-10 лет назад, они живут уже внутри этой связи. Это еще проблема. То есть, и соответственно, говорить о грамотности и ставить вопрос, да, то есть что по ту сторону экрана, уже в некотором смысле даже бессмысленно, то есть они не понимают это. То есть те, кто живут в цифровые аборигены, они уже этого не понимают. Для них грамотность это такая же условность, как, в общем-то, игра в куклы, да, то есть по отношению к экранному. Я сам сталкивался, вот, у меня есть мой ребенок, всего 9 лет, то есть я сам же вижу, как они, ее сверстники, зачастую, кстати, против ожидания многих-многих, пренебрегают электронными средствами и нарадят играть в реальные игры. Соответственно, вот так оно и будет решена проблема, да, то есть постановка вот этих всех вот синтаксических, да, то есть грамотиев с умением, ну, это мое, вот мое, конечно, представление, что вот эта механика культурного развития диалектическая, да, то есть сначала утверждение, вот у нас прекрасное цифровое будущее, потом отрицание каких-то, обнаружение каких-то недостатков, все эти кислородные вот клубы по интересам, вплоть до убийственных этих вот синьких китов и так далее. А потом опять, как говорится, синтез, то есть произойдет синтез, и дети сами, то есть они отринут то, что окончательно, потому что это будет неинтересно, элементарно будет неинтересно, это видно уже по нынешним детям, что им некоторые вещи, там другая проблема возникает, там проблема мотивации возникает, то есть их надо убедить, а если это сделать грамотно, то они будут так делать дальше, что какие-то вещи, ну, допустим, даже пунктуация, да, то есть письмо от других, а не компьютерный набор, выигрышнее, чем цифровое вот это вот действие. Ну и потом они же обыгрывают, поскольку искусственный интеллект недостаточно развит, и, видимо, никогда не будет достаточно развит, чтобы решать автономную, да, то есть какие-то сложные задачи, они просто их обыгрывают, эти искусственные агенты, а раз так, то они уже для них, как, вот для тех, кого 15-20 выглядели, динозаврами, да, то есть люди, родившиеся в страшную цифровую эпоху, так вот и вот эти, которые вот сейчас, дети, которые родились, ну, еще раз говорю, 5-10 лет назад, для них вот уже вот эти, там, 15 динозавров. Ну и завершаю, достаточно вспомнить не так давнешнее прошлое, 40 лет назад кто-то уже умел пользоваться видеомагнитофонами, а кто-то с ужасом не мог каналы переключать, то есть старше поколение не мог переключать каналы, а тогда высокомерный молодежь 80-90-х говорила, фу, и так далее, что тут сложного, да, а потом сами столкнулись с той же самой проблемой, когда их дети появили им требования компетенции в плане цифровых технологий, и они пасовали, ну, естественно, становились жертвами мошенников, а нынешних детей уже очень сложно обмануть, они понимают разницу между тем, что вымышленным, и тем, что реальным, именно потому, что они живут в этом вымышленном мире. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Сергей Борисович. Можно уже и... Ну... Сергей Борисович, я к вам хочу обратиться как к человеку с большим научным опытом, с которым проходили массы диссертаций, по педагогическим наукам разных специальностей. Есть такая проблема, с одной стороны, мы должны необрять межрисциплинарный проход именно педагогическим исследователем. С другой стороны, мы знаем, существуют очень большие риски по поводу того, чтобы уйти, без присутствия, уйти от своей научной специальности, погрязанной в этой межрисциплинарности. Можете ли вы дать на основе своего опыта какой-то совет вашей диссертации? Ну да, тут вдвойне, возможно, вопрос по адресу, поскольку я в состав все-таки философского диссертационного совета, а там проблема с беспредметностью возникает на автомате, потому что философия и в обыденном, и с точки зрения профессионала некоторые формулированные проблем, они просто сделаны в рамках конкретных философских направлений, например, мистенциализм, то есть для аналитических философов они кажутся в общем без предметов. И простой здесь ход, как мне кажется, возвратный к педагогику как конкретную наручную дисциплину, надо четко понимать область предметного значения каждого термина, каждой проблемной ситуации, которой вы занимаетесь. То есть не просто играться в слова, да, то есть не просто междисциплинарность ради междисциплинарности, а четко осознавать в какой части предметного мира, хотя бы потенциально, может, ну, пресловутая классно-урочная система, как применена. Что это значит, да, то есть это значит надо знать кое-что из истории, да, кое-что из современности. И не увлекаться ну, вы как специалист терминологические проблематики я думаю, готовы поддержать. Не надо увлекаться словесными играми и гуглопереводчиками, надо доверять, больше доверять авторитетному мнению традиционно-составных словарей, которые, как говорится, как, знаете, как правило техники безопасности, писанное в некотором смысле проекте. Ну, потому что были когда-то проблемы с колонизацией территории, да, многие казусы, возникавшие там вплоть до смерти и колонистов и аборигенов приводили, да, так и здесь. Для того, чтобы аспиранту стать аборигеном, а не сторонник, как говорится, не колонизатором, да, то есть, во-первых, не должно быть насилия со стороны, да, то есть, такая постколониальная должна быть парадигма, образец, то есть, не должно быть насилия, а должно быть понимание, то есть, какое понятие и почему, в какой области педагогического знания, допустим, классного урочного, что такое классное, что такое урок, да, и какой части, и в общем, если такой анализ будет показывать, что предметного значения под некоторыми словами, которые в проблематике, в цели нет, да, то лучше тогда будет отказываться от таких слов и искать и слова которые такое предметное значение с собой несут. Вот тогда вопрос в первом депутатике это и философия работает, и в первом депутатике. Ну что ж, коллеги Сергея Борисович представил нам свою философскую междисциплинарность и расставила ключевые акценты, которые в дальнейшем помогут нам в нашем разговоре. Следующего нашего спикера мы встречаем из Санкт-Петербурга из Центра нашего исторического и культурного наследия, человек, который более 10 лет занимается вопросами междисциплинарности и мы представляем слово доктора каллигогических наук, профессору гуманитарного института Санкт-Петербургского политического университета Петра Великого Бобовой Нине Васильевне. Здравствуйте, Нина Васильевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, Вас слышно? Есть возможность погромче делать звук? Погромче сделать. Вот так вот лучше слышно? Я сейчас сделала хорошо. Хорошо слышно. Во-первых, я хочу поблагодарить реанимизаторов данного семинара за предоставленную мне возможность выступить на вашем семинаре. И я очень рада, если меня слушают педагоги, которым я, может быть, как-то могу подсказать, как проводить педагогические исследования. В своем докладе я хочу начать с инфекционных процессов, которые проходят между связать междисциплинарные связи и интеграцию. Затем я хочу дать определение междисциплинарных связей. Дальше перейти уже к сущности междисциплинарной сущности компетентностного подхода. Во второй части моего сообщения я постараюсь показать практические примеры применения междисциплинарного подхода при реализации компетентностного подхода в конкретном университете. Ну, хорошо, можно перевести на следующий слайд. Или я сама это буду делать? Я могу сама, нет? А, если я буду на следующий слайд, то... Мина Васильевна, мы можем перелистывать самостоятельно слайды, вы просто нам говорите, когда это сделаем. А, то есть я могу самостоятельно, нет? Мы вам листаем слайды сами. А, вы будете листать, да, хорошо. Ну, прежде всего, междисциплинарные связи это как бы фундамент интеграции или, я бы сказала, каркас интеграции. Потому что интеграция, такое явление, которое рассматривается в философской литературе, оно гораздо шире, чем междисциплинарные связи. Например, понятие интеграции трактуется как объединение в целое каких-либо частей и употребляется для характеристики процесса взаимосвязи ранее автономных элементов. Наиболее очевидными для нас являются достижения экономической интеграции, которая трактуется как процесс развития устойчивых взаимосвязей с национальным хозяйством разных стран, ведущих к их постепенному экономическому слиянию. Интеграция в сфере образования, также, наверное, все знают много примеров, когда происходило объединение университетов или учебных заведений и институтов, которые потом формировали какое-то целостное образование, новый университет. Ну и по оценкам ЮНЕСКО на 45% научных исследований в современном мире являются интегративными или междисциплинарными. Например, развитие биоэнергетики, медицинской физики, синтетической биологии и так далее. В нашей сфере я могу привести пример компьютерной дидактики, которая у нас является программой магистратуры и в которой наблюдается во всех работах студентов, во всех статьях, которые пишутся по этому направлению, наблюдается слияние цифровой среды с лингвистической средой и с педагогической. Поэтому вот такие примеры сейчас очень многочисленные. Можно следующий слайд. Перед вами слайд, посвященный взаимодействию парадигм в современном образовательном пространстве. Я здесь выделяю четыре парадигмы, хотя на самом деле можно выделить их гораздо больше, а можно опять вернуться. Хотя на самом деле их может быть гораздо больше, но мне кажется, что они достаточно хорошо характеризуют современное образовательное пространство. Интеграция, в которой задействованы междисциплинарные связи, как ее часть, как компонент. Дальше сам компетентностный подход, как основная парадигма современного образования. Личностно-ориентированный подход, который может осуществляться очень грамотно с использованием цифровой среды. Цифровая среда обязательно охватывает все другие подходы, поскольку это, я считаю, что одно из главных направлений развития современного образовательного пространства. И то, что мы сейчас с вами находимся в интерактивном режиме, это лишь одно, один пример применения цифровой среды. Можно следующее. Следующее. Междисциплинарная парадигма это совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов по теории междисциплинарных связей. Ниже я даю список исследователей, которые посвятили свои диссертации междисциплинарным связям. Междисциплинарные связи это педагогическая категория для обозначения синтезирующих интегративных отношений между объектами, явлениями, процессами реальной действительности, нашедшими свое отражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса. Они выполняют образовательную, развивающую, воспитательную функцию в их органическом единстве. Я считаю, что междисциплинарные связи это важный элемент организации педагогического процесса в любом вузе. Мне бы хотелось сейчас привести только один пример. Существует такое понятие, как горизонтальные междисциплинарные связи и вертикальные междисциплинарные связи. Если мы говорим о вертикальных междисциплинарных связях, то мы имеем в виду какие-то соотносимые предметы в учебном процессе, которые идут один за другим. То есть вы проходите одну дисциплину и подготавливаете студентов к восприятию другой дисциплины. Это вертикальные междисциплинарные связи. Один пример. Мы разработали учебное пособие для лингвистов первого курса, в котором мы взяли различные рассказы, посвященные школьной тематике. И после каждого рассказа на английском языке, это были оригинальные все произведения, мы даем педагогический фокус. То есть какая педагогическая проблема высвечивается в этих именно рассказах, которые читают лингвисты. Для чего мы создали такой учебник? Для того, чтобы лингвисты подготовились к дисциплине психологии и педагогики на втором курсе. Потому что иначе они плохо готовы и не могут адекватно выступать на семинарах, потому что у них нет опыта еще профессиональной деятельности. Это пример вертикальных связей. Что касается горизонтальных связей, то я считаю, что они наиболее перспективные, наиболее актуальные для оптимизации образования. Приведу такой пример. Преподаватель по информатике проходит со студентами тему Excel и задает задание студентам решить математическую задачу в программе Excel. Когда студент приходит домой, он не знает, как решить эту задачу, потому что по математике он ее проходил, допустим, в прошлом году или в прошлом семестре. В итоге группа приходит практически неподготовленная к следующему занятию и выполняет нужное задание только, может быть, один или два человека, которые вообще очень умные, интеллектуальные, которым вообще не нужны связи, они сами все освоят. Если бы преподаватель математики и информатики бы договорились о том, какую задачу задать, и так, чтобы эта задача была только что пройдена по математике, тогда бы вся группа бы решила ее в Excel, как требуется преподавателю информатики. То есть таким образом взаимодействие преподавателей разных кафедр очень важно для реализации межрисциплинарных связей в учебном процессе. И если бы это было сделано, то гораздо лучше было бы выполнение задания. Что касается межрисциплинарных связей, то они помогают студентам, особенно среднего уровня и слабым студентам, помогают осваивать дисциплины. У нас сейчас наблюдается в высшем образовании очень большое количество коммерческих студентов. Я не знаю точно, как у вас в вашем ВОЗе, но у нас их достаточно много. Наверное, порядка 60%. Это довольно слабые студенты из школы, но они, так сказать, оплачивают свое обучение, но обучаться им очень трудно. Поэтому межрисциплинарные связи могут способствовать обучению тех студентов, у которых не хватает, вот как бы сказать, интеллекта и, ну, фактически способностей для освоения дисциплин. То есть с помощью межрисциплинарных связей мы им четко помогаем освоить взаимосвязи и освоить те дисциплины, которым они обучаются. Можно следующий слайд. На этом слайде представлено соотношение между понятиями интегративность и межрисциплинарной связи в системе высшего образования. В середине серенький такой кружочек и один – это внутридисциплинарная интеграция на уровне учебного материала. Межрисциплинарные связи обозначены зеленым цветом. Они как бы являются фундаментом, они в середине находятся, как бы, да. И большой круг – это глобальная интеграция на уровне университетов и международных образовательных систем. Но международная образовательная система, которая является примером интеграции, – это, конечно, баллонский процесс, который фактически объединил образовательные системы многих стран. Я хочу прокомментировать. Интеграция как бы охватывает межрисциплинарные связи с двух сторон. Один из известных исследователей, педагогов, Соловова Елена Николаевна из МГУ, пишет в одной из своих статей, что интеграция – это как проникающая радиация. Вот вдумайтесь в это определение. Это метафора, но оно очень правильное, потому что интеграция может быть как на глобальном уровне, так и на внутридисциплинарном уровне. Вот если я, например, преподаю иностранный язык, то я не могу преподавать аспект говорения без аспекта аудирования. Согласитесь, как иначе. Или если я обучаю студентов письменные практики, то я обязательно привлеку чтение, потому что нужно какую-то базу для того, чтобы что-то написать. Поэтому у нас возникает интеграция на уровне межрисциплинарных, на уровне внутридисциплинарных связей, на уровне видов речевой деятельности. Я так думаю, что если вы преподаете другую дисциплину, то там также есть какие-то интеграционные элементы. Спасибо. Можно следующий слайд. Ну, вы видите здесь на слайде из истории компетентностного подхода, просто чтобы немножечко вспомнить, как он развивался. Значит, вообще межрисциплинарный подход и компетентностный подход возник, исходя из многочисленных критических высказываний работодателей относительно качества выпускников. На всех конференциях работодатели высказывались о том, что выпускники вузов знают только теорию, и они плохо знают практику, что их надо еще обучать. Поэтому возник фактически компетентностный подход, основной характеристикой которого является практикоориентированность. Компетентностный подход в сфере образования возник как ответ на вызовы современной эпохи, главным из которых является переход научно-технической революции в информационную, когда накапливающаяся в мире информация обновляется каждые 5-7 лет. Если учесть, что время обучения в вузе сравнимо со временем полного устаревания информации, то можно более четко понять то, что информационное общество 21 века оказывается перед проблемой недостаточного количества компетентных кадров, которые готовы работать по избранному направлению сразу после окончания вуза. Если в прежние времена выпускникам надолго хватало полученных в вузе знаний, то теперь востребованы не столько приобретенные ими специальные знания, сколько умения их восполнять. Развитие экономики 21 века связано, по мнению работодателей, не столько со знающими свое время, свое дело профессионалами, которых предстоит еще доучивать в течение нескольких лет, сколько с компетентными специалистами, которые подготовлены к реализации своего личностного потенциала в профессиональном контексте. По терминам «компетентность» нужно понимать навык осуществления деятельности в соответствии с заданными требованиями, основанной на знаниях, умениях и опыте. Понятие «компетентность» включает в себя ряд составляющих ее частей или компетенций, которые представляют собой освоенное знание, умение, навыки, известная аббревиатура ZUN, а также опыт, позволяющий человеку проявить компетентность в данной деятельности. Можно следующий. Здесь вы видите основные положения традиционного подхода и компетентностного подхода. Чем же они отличаются? Что касается цели обучения, то в традиционном подходе это было приобретение теоретической суммы преимущественно абстрактных зон, составляющих содержание образования, а в компетентностном подходе это ориентация на практическую составляющую, содержание образования. Я вам приведу пример из практики нашего университета. Когда мы составляли программу уже на современном уровне подготовки к аккредитации, то в компетентностном подходе была уменьшена доля фундаментальных дисциплин. Это значит, что если раньше, например, дисциплина, допустим, математика или какая-то другая преподавалась 50% в лекции, 50% практики, то в настоящее время отводится 70% на практику. И в лингвистическом образовании это также было сделано. И теперь в каждой дисциплине у нас теория занимает всего 30%, а практика занимает 70%. Таким образом мы соответствуем компетентностному подходу. Основная формула результата была «Знаю что?» Компетентностный подход «Знаю как». То есть ближе к практике, опять же. Репродуктивный характер освоения сменился продуктивным, творческим характером. Ну и контролем является практика и самостоятельная работа студента, которая уделяется гораздо больше внимания. Она приобретает особый новый статус. Можно следующий. Ну вот на этом слайде показано межрецеплинарное взаимодействие при формировании компетенций федерального госстандарта. На рисунке 1, который вверху этого слайда, представлена схема обучения согласно второму госстандарту, государственному стандарту второго поколения. Дисциплина 1 формировала знания, умения, навыки по своей тематике. Дисциплина D2 формировала ZUN D2 и так далее. Что такое ZUN D1 и D2? Если вы откроете любой учебник по дисциплине, который вы ведете, базовый учебник, то оглавление будет соответствовать фактически ZUN. То есть вот разделы оглавления – это фактически те ZUN, которые надо было формировать. Схема обучения согласно федеральному госстандарту значительно изменилась. И вы видите, что наблюдается как бы перекрестное опыление дисциплин. В первом ряду показаны дисциплины D1, D2 и так далее, а в правом ряду показаны профессиональные компетенции, которые мы формируем. И профессиональных компетенций фактически, если вы откроете федеральный госстандарт по любому направлению, их больше, чем дисциплин. Поэтому получается, что одна и та же дисциплина формирует несколько компетенций. Я помню, мы когда открыли первый раз и увидели, как формируются компетенции, то просто мы были очень удивлены, потому что как нам нужно сформировать эту компетенцию, которая сформулирована очень общими словами. Это было очень сложно. И если, например, в стандарте по лингвистике требуется формирование юридических знаний по преподавательской деятельности, например, то мы стали думать, в какую дисциплину их вставить. То есть нужно было обязательно, как бы сказать, решить все проблемы, связанные с формированием всех компетенций. И как вы понимаете, если у нас наблюдается вот такое перекрестное формирование компетенций, то на выходе очень сложно их проверить. Если раньше вы проверяли знания по конкретной дисциплине, то сейчас, если правильно организовывать учебные процессы в рамках компетентностного подхода, то нужно обязательно проверять с помощью межрисциплинарного экзамена, межрисциплинарного теста именно сформированность компетенции. Поэтому сейчас стала гораздо сложнее проверка сформированности, то есть контроль гораздо сложнее. Спасибо. Можно следующий слайд. Вы видите характерные черты федерального госстандарта, стандарты третьего поколения. По бакалавриату в направлении лингвистика 12 общекультурных компетенций. Я в этом слайде рассматриваю федеральный госстандарт без плюсиков еще пока. Потом я уже рассмотрю с плюсами более современно. И получалось, что всего 12 общекультурных компетенций, 20 общепрофессиональных и 27 профессиональных компетенций. Представьте, какой объем. И что касается направления лингвистика магистратуры, это 81 компетенция. То есть их огромное количество. И сформировать их очень сложно, потому что формулировка очень общая. Формируя, например, ориентируясь в системе общечеловеческих знаний и так далее. Но просто очень сложно это все сформировать. Можно следующий слайд. Статистика по реализации федерального госстандарта по направлению лингвистика. Это как бы общий вывод. В бакалавриате среднее количество компетенций, формируемых одной дисциплиной полтора, в магистратуре четыре, потому что в магистратуре уже гораздо больше разновидностей. Вот это пример формулировки компетенции ПК-1. Просто вы сами посмотрите, сколько здесь аспектов. И количество формирующих дисциплин по нашему составленному нами рабочему учебному плану семь дисциплин. То есть я хочу подчеркнуть, что в компетентностном подходе неизбежно возникает межрисциплинатность. Неизбежно, потому что количество компетенций к этому обязывает. И если их нужно все формировать, то мы должны выбрать дисциплины. Хорошо, можно следующее. Основная межрисциплинарная модель обучения иностранному языку в УЗИ представлена перед вами. Но поскольку я преподаю сама иностранный язык, то я беру его как базовую дисциплину. Если вы преподаете другую дисциплину, то в этом месте, вот где я сейчас показываю курсором, может быть ваша дисциплина. И если вы хотите осуществлять межрисциплинарные связи для более целостного восприятия студентами учебного процесса, то вам нужно показать связи вашей дисциплины с профилем студента. Профессиональная дисциплина – это профильная дисциплина для студента. Например, ну, допустим, строители, да, это будет строительная техника какая-нибудь, да, или, допустим, там физико-математические какие-то знания. То есть вы должны преподавать вашу дисциплину с учетом того, кто потом будет ею пользоваться. Приведу такой пример. Вот если вы преподаете, например, математику для экономистов или для финансистов, то есть нужно давать те формулы, которые понадобятся им реально в учебном и потом в рабочем процессе. Потому что у нас сейчас наблюдается, ну, как бы, некоторое отклонение от межзаплинарного подхода. Например, преподаватель математики дает нашим лингвистам, на первом курсе у нас есть математика у лингвистов, да, он им дает общую математику. В то время как нужно было бы давать те математические формулы по статистике, которые реально используются в педагогических исследованиях. То есть таким образом будет осуществляться межзаплинарное взаимодействие дисциплины, межзаплинарные связи. Также я хотела бы уделить особое внимание информатике. Это компонент междисциплинарного синтеза. Он является условным дисциплинарным компонентом междисциплинарного синтеза. В настоящее время вместо информатики мы можем сказать там цифровая среда или компьютерная обучающая среда. Вот эта аббревиатура значит компьютерная обучающая среда. Но если мы говорим о межзаплинарных связях, то нам нужно дать дисциплинарный эквивалент. Поэтому мы выбрали информатику. Если в вашем ВУЗе не идет не информатика, а, например, там цифровая среда, допустим, дисциплина называется, то вместо этого вы можете поставить цифровую среду. Но сейчас вот такое триадное взаимодействие является фактически обязательным в любом ВУЗе. И в вашем ВУЗе я уверена, что тоже оно есть. И вместо иностранного языка может быть другая дисциплина, естественно. Вместо информатики другая дисциплина, связанная с цифровой средой. Можно следующий. Ну, перед вами еще раз дублируют рядные межзаплинарные взаимодействия. И мы берем на основе профессиональной дисциплины, может быть, и на основе гуманитарной дисциплины. Если мы берем только две дисциплины, это называется бинарная дисциплинарная связь. Профессиональная дисциплина, например, и иностранный язык. Если вы берете, как сейчас общепринято цифровую среду, то это будет триадное межзаплинарное взаимодействие. Можно следующий. Это схема межзаплинарного проектирования по нашей дисциплине в многопрофильном ВУЗе. Я бы хотела не загружать ваше внимание, сказать только об одном. Что вот здесь, вот на этом уровне, где я сейчас показываю курсором, есть такой кружочек, и там написано КОС, компьютерная обучающая среда. Значит, мы, да, вот это здесь, да. Значит, компьютерная обучающая среда, она оказывает воздействие на создание междисциплинарных учебников, в которых мы обязательно профилируем межзаплинарные связи, то есть идет профильная дисциплина, тексты по профильной дисциплине, плюс лингвистика иностранный язык, и плюс обязательно компьютерное задание. Это будет у нас междисциплинарные учебники. Кроме того, у нас созданы еще междисциплинарные модули, которые являются вспомогательными для учебного процесса. И эти модули у нас используются, в частности, для проведения дисциплины междисциплинарной связи в высшей школе, которую я и веду. Хорошо, можно следующий слайд. У нас перед вами примерное распределение самостоятельной работы по федеральному ГОСТу третьего поколения. Я, когда впервые увидела такое распределение от нашего методического отдела, я была удивлена, потому что раньше самостоятельная работа не выносилась в особую категорию, а сейчас она выносится в особую категорию. И что интересно, что под номером 13 написана работа над междисциплинарным проектом. То есть вот эта работа по междисциплинарным связям, она включена во все дисциплины. Если вот это такой стандарт у нас, то это во все дисциплины включен междисциплинарный проект. То есть чтобы студенты обязательно оценивали не только свою дисциплину, но и обязательно взаимосвязь с другими дисциплинами. Потому что это значит углубленное понимание своей дисциплины. Следующий слайд. Перед вами универсальные компетенции магистратуры по федеральному госстандарту 3++ 2020 года. Сейчас вместо общепрофессиональных компетенций мы имеем перечень универсальных компетенций, которые прописаны во всех федеральных госстандартах, независимо от направления. Для нас самым интересным является коммуникация УК-4, где есть указания, хотя и очень маленькие, на иностранные языки. Можно следующий слайд. Хотела вам показать полное представление этой компетенции для магистратуры. Мы делим состав компетенций на индикаторы 1, 2, 3. Вот это ИД, это индикаторы. Индикаторы формулируются со словами. Демонстрирует, представляет, демонстрирует что-то. И дальше идут уже дескрипторы. Дескрипторы – это то, что мы все хорошо знаем. Знает, умеет и владеет. То есть овладение предполагается, что у студента больше опыта уже в применении каких-то правил по своей дисциплине. Фактически, если меня слушают педагоги, то я рекомендую вам рассмотреть эту модель представления компетенции для вашего исследования. Потому что так или иначе, если мы находимся в рамках компетентностного подхода, мы формируем компетенции по любой дисциплине, которую вы преподаете. Мне кажется, что такое вот примерное представление должно отражать содержание вашей дисциплины. Как вы это делаете? То есть вот этот вот элемент я советую рассмотреть тем, кто занимается непосредственно педагогическим исследованием. Можно следующий. Пример представления компетенции ОПК-1 в самостоятельно устанавливаемых стандартах нашего вуза по направлению лингвиста. Нина Васильевна, прошу прощения, вы по времени превысились сильно. Да, 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 я сейчас заканчиваю. Вы видите индикаторы и индекс компетенции. Можно следующий слайд? Значит, дальше вот смотрите, как проверять формирование, сформированность этой компетенции. Мы распределяем это все по дисциплинам, которые формируют эту компетенцию. Посмотрите, сколько дисциплин. Получается 8 дисциплин, и мы распределяем проценты формирования, и в итоге у нас будет 100%. Вот такой сложный элемент формирования. То есть в итоговом тесте мы должны обязательно взять элементы всех дисциплин. Хорошо, дальше. Это обобщенная модель формирования интегративной предметной компетенции. В серединке показано влияние цифровой среды. Это дисциплины соответствующие, да, и цифровая среда, которая на них влияет. Этот цветочек в середине, это цифровая среда. Спасибо. Следующий. Это пример матрицы сопряжения дескрипторов компетенции и учебной дисциплины. Также для педагогов, если понадобится, можно сделать какую-то аналогию для вашей дисциплины. Следующий. Ну, я, собственно, уже и заканчиваю. Основная литература. Особенно я рекомендую последнюю мою монографию «Межисциплинарный подход в обучении иностранному языку» в многопрофильном ВУЗе или предыдущую «Междисциплинарное проектирование вузовского учебного процесса». Также я советую еще, ну, то, что более-менее общего характера. Это вот первое профессионально-редельное учебник по иностранному языку. Но там можно подчеркнуть некоторые идеи для создания учебников по другим дисциплинам. Следующий. Это дополнительная литература для преподавателей иностранного языка. Есть и таковые присутствуют. И, наверное, последний слайд. Значит, с ответа на ваши вопросы. Влияет ли цифровизация на межисциплинарный подход? Я думаю, что из тематики, из сущностных аспектов моего доклада, наверное, все поняли, что цифровизация – это один из важнейших элементов при реализации межисциплинарного подхода в современном обществе, в нашей современной жизни. Поскольку цифровая среда на нас всех влияет, она существует. И, как вы помните, цифровая среда у нас постулируется в дисциплине информатика, которая является условным компонентом межисциплинарного синтеза. Что касается эффективных способов подтверждения объективности результатов межисциплинарных исследований, то мне кажется, что основной способ – это установить дружеские связи с математикой, потому что в педагогических исследованиях принято проверять объективность исследований путем математических формул. Ну, то, что самое такое элементарное – это критерий студента, чтобы доказать валидность вашего эксперимента. И, например, Альфа Кронбаха, который будет доказывать адекватность вашего анкетирования и применения в учебном процессе. Спасибо за внимание. Какие будут вопросы? Уважаемая Нина Васильевна, большое спасибо вам за доклад. Очень интересно. У меня точно. У меня один вопрос. Может быть, аспиранты, уважаемые коллеги, здесь был представлен очень интересный материал. Есть вопросы, коллеги? Нина Васильевна, у меня такой короткий, наверное, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вертикальную междисциплинарную связь про диссертационных исследований как-то можно обозначить? Именно вертикальную, именно в диссертации? Ну, если мы говорим о педагогах, которые исследуют преподавание по определенной дисциплине, то им нужно просто, так сказать, посмотреть вокруг и изучить рабочий учебный план и посмотреть, какая дисциплина идет раньше и какая позже. То есть, фактически, вам нужно посмотреть, какое место в учебном процессе занимает эта дисциплина, по которой человек пишет диссертацию. И посмотреть, как это не связано, а в том дисциплине. Хорошо, понятно. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, тогда мы продолжаем наш семинар и передаем слово Андаеву Денису Олеговичу. Астроном-клубик, учителю математики, МАУСОЖ, МИСЯ, Баранковский. Добрый день. Сразу же сразу, что тема данного семинара для меня очень актуальна, потому что тема моего диссертационного феда является обращающая образовательная среда как фактор интеллектуального развития обучающейся основной школы на предмете математики. И одним из условий, как инструировать такой обращающей среды, является как раз междисциплинарность. Поэтому и исследование должно доносить междисциплинарный характер. Можете следующее сказать, пожалуйста. При анализе литературы, хотелось бы подробно остановиться на работе профессора Шумакова Натальи Борисовны у ряда премии президента РФ в области образования за создание и внедрение междисциплинарной технологии поддержки и развития обучения и технологии по словам и одаревым детей для общевазовательных школ. И поэтому на примере позволите мне выделить некоторые признаки междисциплинарного подхода. Так, первый признак междисциплинарного подхода междисциплинарного исследования – это общий предмет исследования. Он изучается одновременно с разными сторон несколькими научными дисциплинами. Предмет исследования, собственно, представляет собой гибрид затрагивающих исследовательских поля нескольких взаимообогащающих научных дисциплин, участвующих в междисциплинарном исследовании. Следующий, пожалуйста. В конкретном исследовании Шумакова Натальи Борисовны таким дисциплинами являются философия, возрастная физиология, атомиология, психология и, собственно, очень много достаточно научных дисциплин. Пожалуйста, следующее слово. Вторым таким, собственно, признаком междисциплинарного исследования являются теоретические основания исследований. Они должны принадлежать интегрирующим наукам, то есть они основаны на науках, которые интегрируются в этом исследовании. И, пожалуйста, следующее слово. В исследовании Шумакова Натальи Борисовны, это, собственно, разработанная автором модель развития общей одновременности в условиях школьного обучения, так называемая модель творческого междисциплинарного обучения, с одной стороны, ну а с другой стороны, это, конечно же, то, что обучение строится на дипломатических закономерах, таких как, например, содержание должно быть междисциплинарным, методы должны быть одним из них где-то проблемные исследовательские и отношение субъект к субъектным. Пожалуйста, дальше. Третьим признаком междисциплинарного исследования является получаемый результат, полученный результат междисциплинарного исследования. Он должен принадлежать не только одной научной дисциплине, он вносит вклад в те налоги, которые были задействованы в исследовании или инициировали это исследование. Следующий, пожалуйста. В работе автора выявлены логика философско-психологическое и педагогическое значения основных структурных единиц тематической междисциплинарной интеграции. Здесь стоит отметить, что при любой интеграции выделяется системное понятие. И системным понятием выступает, конечно же, глобальная тема, которая является фокусом содержания обучения. В зависимости от выбранной глобальной темы строится бездисциплинарное обобщение. Можно, пожалуйста, схема? Это схема, которая предлагает в своей работе. Я бы хотел перейти к следующему слайду, пожалуйста. Это сказать, что при выборе глобальной темы выделяются следующие критерии. Это широта и значимость, то есть фундаментальность тем временной, рамки изучения, возрастные особенности, включающие, конечно, адекватное содержание общеобразовательных программ. В своей работе Шумакова Наталья Борисовна по годам обучения, в зависимости от содержания обучения, исследование описывает следующие стержневые и выбирает следующие стержневые темы. Следующий, пожалуйста. В младшем школьном возрасте это изменение влияния порядок, такие темы, как изменение влияния порядок. В среднем школьном возрасте преемственность, система, сила и адаптация. А в старшем школьном возрасте это взаимосвязь, мера и вызывание. Можно дальше поговорить? Я бы хотел привести пример одной из таких рассматриваемых последующих тем, это тема, система. Она возникла в связи с тем, что появляются новые предметы, да, в седьмом классе, например, это география, биология, продолжается курс литературы, математика разделяется на два отдельных предмета, такие как алгебра и геометрия. И здесь как раз вопрос о понятии системы позволяет в этих предметах выделить все то общее и связать их в единое. Например, назову прямо кратко, некоторые возможности содержать обобщение тем на основе изучения, через призму обобщения курса межрисциплинарного обобщения, обучения. Например, карты и глобус как искусственные системы, отображающие естественно, это, например, география. Система образов в романтических и реалистических произведениях на материале литературных произведений, да, сравнительная характеристика, это, конечно, литература. В математике это, например, свойство алгебраической операции как основы построения алгебры. И, конечно же, например, разнообразие и особенности систем стихосложения. Подводя итог, хотелось бы сказать, что творческое межрисциплинарное обучение является основополагающим фактором создания обогащающей развивающей среды для одаренных детей на всех образовательно-возрастных этапах обучения в школе. И исследование Шумакова и Натальи Борисовны, на наш взгляд, внесло большой вклад в это. И в современную систему поддержки обучения даренных детей, и большой вклад в создании условий для переноса результата исследований в любую общебразовательную школу. И здесь хочется сказать, что вот почему это работает, потому что эта работа прям пронизана методистиками, потому что взаимосвязи тех дисциплин, которые я назвал, да, не всех, они очень, если почитать работу, то, что мне прям показывается о том, как правильно нужно делать и о том, как можно это делать в рамках, например, работы с одаренных детей. Это просто пример. Спасибо большое. Спасибо большое за такой краткий, емкий. Есть вопросы, Дмитрий Александрович? На самом деле, доклад человек, который начинает свой путь в науке, и спасибо вам огромное за подробную стимулизацию и за уделение существенных признаков между статклинарным исследованием. Коллеги, мы с вами достаточно быстро подошли к практической части нашего семинара. Нам больше сейчас с вами разделиться на три группы. Мы предлагаем, чтобы одна группа, это все участники, которые у нас сегодня находятся в зале, и две группы составят наши участники, которые у нас были на левочек. У каждой группы будет свой модератор. У первой группы, которая находится здесь, в зале научной библиотеки, Наталья, модератор. Так, пожалуйста, внимите руку, вы работаете с Натальей. У второй группы и третьей будут модераторы Инга и Денис. Предлагаем автоматически разделить людей, которые работают у нас сегодня удаленно. Были созданы две комнаты для работы в подгруппах. Сейчас наши технические специалисты вам приглашение в чат отправят. По приглашению заходите, пожалуйста, в группы свои. Автоматически мы делимся как по алкограммам, по фамилиям. Сами разнесете. Система случайным образом сейчас распределяет вас по группы, и, соответственно, вы понимаете, в какой спадгруппе вы будете работать. У каждой из групп будет четыре коротких задания. Ну, поскольку мы по времени с вопросом немножечко, с вопросами нашим спикером немного превысили, да, линии, которые планировали, соответственно, на работу в подгруппах 30 минут, надеюсь, всем хватит. Если не хватит времени, еще на пять минут добавим, но я думаю, что вы все справитесь. У вас сегодня опытные модераторы, которые помогут вам соориентироваться. Коллеги, можно уже приступать к работе. У каждой подгруппой будет свое задание. Сейчас Ольга Ивановна задание вам раздаст. Внимательно читайте задание, с модераторами обсуждайте, и через 30 минут, а именно, получается, в 16.40, по времени с вами встречаемся также в этом сайте. Которые, кто участвует вдалеке, система автоматически через 30 минут сама направит вас в общий чат, и туда, собственно говоря, заходите на семинар. Коллеги, кто находится в зале, можно перейти вот в ту сторону за зеленый стол. Ну что ж, коллеги, мы завершили уже практическую часть нашего семинара, и сейчас приглашаем спикера от первой группы, которая работала у нас в удаленном. Пожалуйста. Пожалуйста, Елена Рисметовна, подключите, пожалуйста, звонки. Вы готовы включиться? Я? Да, да, да. Ну да. Но поскольку вы взяли на себя ответственность за группу, и у вас, в принципе, все достаточно хорошо получилось по заданиям, попробуйте. Ну ладно, то есть мне озвучить то, что я, что называется, решила, да, в ответы свои по вопросам. Да, по первому заданию озвучить. По первому заданию, да, те описания, те области, которыми занимаются какой-то специализацией, да, междисциплинарные основы педагогических исследований, научно-педагогические основания, трансформации в образовании в условиях изменяющегося социума, инновации в образовании, качество педагогических исследований, развитие непрерывного образования, взаимосвязь формального, неформального и информального образования. Мне показалось это очевидным, что это специальность 5.8.1, общая педагогика, история педагогики и образования. Поскольку тут очень много предполагается в каждом моменте, предполагается очень много того, что связано с общими вопросами, с историей, с какими-то подходами, изучением большого пласта имеющихся знаний. Ну то есть вот это сподвигло меня решить, что это 5.8.1. Первое задание было связано с необходимостью определить научную специальность по представленным пунктам. И здесь как раз Елена Избетова перечислила пункты паспорта научной специальности 5.8.1. Это верно. Спасибо. К второму заданию переходите, пожалуйста. Второе задание. Какой научной специальности из предложенных 3 соответствует каждой из предложенных тем диссертации? Первая тема. Развитие полиэтнической культуры старших школьников средствами многонациональной среды региона, например, Тюменской области. Я посчитала, что это опять 8.1, потому что идет речь про культуру, про многоациональную среду, то есть достаточно большой объем знаний общих, из общей истории, из культуры и так далее. Второе. Педагогическое сопровождение формирования профессионального имиджа офицера-преподавателя военного и вуза. Я полагаю, ключевыми словами является профессиональный имидж, соответственно, это относится к методологии технологии профессионального образования. Ну и третье. Методика обученной старшеклассникам иноязычной монологической речи на основе видеодебатов. Опять же, ключевыми словами монологическая речь в основе видеодебатов – это определенные методики обучения и воспитания. Поэтому нам уже запятать тема 5.8.2. Спасибо, Елена Весельевна. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам поработать с заданиями 3.4? Ну, 3.4 – там вопрос по теме, и я как раз думала про свою тему, поэтому... В общем-то, ее уже вынесло на обсуждение. А по вопросу 4... Нет, извините, не успел. Ну, мы просим наших экспертов тогда отнестись к тому, что успели сделать коллегия удаленно. Мы знаем все, что удаленный режим непростой, непростая далась коммуникация в подгруппе, но тем не менее... Пожалуйста, коллеги, кто готов отнестись к тому, что группа выполнилась? Сергей Порисович. Ну, ну что... Ну, на самом деле, верно-неверно, да, мы уже обсудили, непростые вопросы сформированы были для группы, но тем не менее... У нас математика такая... Люди подошли обместственно, люди подошли вдумчиво. Соответственно, эффективность продемонстрировали выше среднего, с чем их поздравляем. Только вот плохо, что вот один из пунктов не реализован, но... Это, конечно, необходимо учесть на будущее, но это как точка роста. Это как точка роста надо воспринимать. Надо как осознать свои сильные и слабые стороны и сделать ставку на хороший профессиональный тайминг. Вот вам и пространство для роста, то есть поизучать тайм-менеджмента. Потому что времени-то было достаточно. Такой мастер-класс. Да. Интернет, конечно, и дистанционная технология-то сложно, но дополнительные сложности... Но на том мы и живем в цифровую эпоху, чтобы, учитывая это, успевать все, что нам надо дать, что положено. Как на уроке такой дистанционный. Так же будем детям объяснять, да? Спасибо, Сергей Борисович. Давайте посмотрим, что успела у нас выполнить группа номер два. И благодарим их, не словно, группу, которая работала удаленно, принимает все нюансы взаимодействия. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, мы приглашаем вторую группу выступления. Если вы можете сюда выйти, потому что камера охватывает как раз это пространство. Удобно будет? Да. Хорошо. Продолжение следует... По-другому, сегодня еще раз, уважаемые коллеги. Наша группа работала в составе восьми человек. Я, по-фамильному, буду представлять каждого члена группы, который освучит свой вопрос. Итак, по первому вопросу у нас есть три молодых, а вы видите, пожалуйста. У нас первые данные управления методической концепции содержания обучения и его проектирования в областях уровня образования, методические основы методов информного обучения в областях уровня образования и теоретические основы создания информационно-образовательной среды. И мы определили, что это относится к последовательной специальности, 5, 8, 2, теоретические основы обучения и господарения в областях уровня образования. Спасибо, Анна. По второму вопросу у нас есть три молодых и господарения. И в основе изучения родного, якутского, нарусского и иностранного языков, это мы отнесли к 5, 8, 2. Спасибо. Если будут комментарии, пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. Нам хотелось подать коррективную работу по третьему вопросу. И третий вопрос мы считаем, что Каня Григорьевна Сергеевна и Василий Динар Сергеевна. Спасибо. Там мы должны были проработать темы, выбрать все, какая из наших поставленных. Я отмечу, что тема моего институционного исследования называется использование потенциала междестиплинарности для тренирования естественного научного первозрения. Тут понятно, что уже в самом содержании заложена междестиплинарность и довольно тяжело. Мы даем, в принципе, изучение, начиная с того, что изучаем само понятие и как его использовать непосредственно в определенном контексте. Поэтому мы начинаем взять менее очевидную тему для рассмотрения. Каня Григорьевна Сергеевна. Есть и студенты, и взрослые профессионалы. Есть также опыт общепедагогической цифровой компетенции и цифровой компетенции предметного направления в зависимости от дисциплины, которую преподают учитель. В данном случае цифровые компетенции предметные, они заставляют исследователя окунуться в различные предметы, как и история, это литература, это математика, физика, и выявить как общие педагогические цифровые компетенции, так и предметные. Для этого нам очень понравилось четвертое задание, нужно было придумать несколько мероприятий для того, чтобы помочь исследователю, содействовать и использовать международный подход. Здесь у нас, мы взяли три мероприятия. Первый, предлагаем категорический хакатон. Не случайно взяли категорический хакатон, так как мы знаем все из области программирования и IT-технологий. Мы предлагаем категорический хакатон, сформировать междисциплинарные команды, которые будут состоять из четыре предмета, которые будут созданы в данном направлении. Командам будет данное задание, определенное, как можно решить проблему предмета, используя как раз эти междисциплинарные различные вещи. Поэтому, так как это наша теория, по праву, мне кажется, это не место быть, и он заслепленный, он серьезно постарается способовать нашу хакатонису, изучить на практике, и, возможно, получится на самом деле настоящий хакатон, где это будет определено. Также мы предлагаем в качественном предприятии использовать деловую игру на выберии дефицитов как раз, и наоборот, на выберии понимания, какие же общепедагогические цифровые навыки нужны каждому категорику. То есть, в данном случае, у нас междисциплинарная команда получилась, есть у нас наши коллеги, учителя, преподаватель обама, коллеги из Китая, у нас есть преподаватель ОБЖ в физике, логистика, технологии и электроника. Мы предлагаем в этом деловое игре посмотреть, какие же есть общие какие-то цифровые навыки у нас у каждого предметника, также мы посмотрим, какие у нас есть дефициты и концу деловую игру, мы предполагаем, мы можем выявить как раз вот эту общую цифровую, цифровую навык, который потом ляжет в компетенции, это преподавание как раз у студента. И третий вариант мероприятия это креативная сессия, мы уже назвали креативное, даже английское слово креатив, он создавается, поэтому на этой креативной сессии мы можем модулировать школу будущего, школу будущего это для студентов, все курсы университета и, конечно, педагоги франции. Так, смоделированный процесс помогает созданию некой модели, в этой модели мы видим, что мы видим, мы видим, с одной стороны студент, который обучается, у нас есть педагог-практик, мы назовем его наставник, как у нас будет, его наставничество будет очень актуально. Одним из элементов внутри модели это цифровая среда, и мы, ваша команда считает, что цифровая среда, но в принципе важно, что это инструмент для любого направления, для любого предметника для достижения какой-то определенной цели. У этой же модели мы видим модель в выпускниках, как вы тогда задаете, какой выпускник, у нас его выходит вообще из тех, что здесь мы будем говорить на этой предметной сессии про компетенции, как всем известно, сейл, софт, как компетенции, как вы считаете, когда у нас вопросов у нас, все-таки цифровой навык, какой компетенции, что это, сейл, как или софт, как вы считаете? Ну, что это, сейл, как или софт, как или софт, как или софт, как или софт. Я думаю, что все-таки это цифровой навык, то есть мы знаем, что инвизиенты, которые необходимы, к сожалению, школьникам, будущим нашим человечеством. Ну, это вопросов на темной сессии, которая продолжается в течение часа. Вопрос к распределению ролей, да? Да, да. Да, у нас в утратах, что мы в цели сочетаем. Да, у нас очень активно. Возвращая, спасибо за возможность в этой команде. Почему? Потому что здесь открываются совершенно другие еще миши, возможности. То, о чем мы говорим, цифровые компетенции, общеперогические, предметные предательства. Здесь же в команде, благодаря нашим ребятам, да, они подсказали, что в искусстве цифровые компетенции, они не настолько важны и нужны, да? И здесь мы говорим об обучении вокала, об обучении клиента на инструменте, о изобразительном искусстве, о скульптуре. То здесь больше как либо представление результатов, либо это коммуникации. Но преподавание самого предмета, да, в этой области, уже цифровые компетенции не так глубоко используют, как любить скульптуре. Спасибо большое. Спасибо, вот, вы так активная позиция. Да, молодцы. И коллеги, пожалуйста. Можно просто комментарий. Да, пожалуйста. Комментарий вызывает очень большой вопрос, понятие цифрового навыка. Мне кажется, проект наоборот, потому что наш навык, это операция, то, что нужно автоматизировать. Ну, то есть, достаточно ли понятия навыка? Спасибо большое. Можно я отвечу буквально чуть-чуть. Почему мы сейчас перепразивали? Вообще, мы говорили, я говорила, у цифровой компетенции, да, в тысячи годах. Но мы, вот, в данной ситуации, мы ушли к тому, что это инструмент, это навык. И большое вам спасибо, что вы как раз... Навыка, не равно, нет. Да, не равно, нет. Поэтому мне сказать, это навык, это инструмент. Коллеги, есть еще мнение по выступлению группы? Ну, мне кажется, что группа поработала хорошо, но там, где традиционные ответы, конечно, неправильные, быстро справились. И по четвертому вопросу, который совсем не прост, потому что нужно было перечень научных каких-то мероприятий придумать, обосновать, найти свое место в этом мероприятии. Каким-то образом получить навыки междисциплинарного подхода, ребята сделали все хорошо, интересно, и, я думаю, пользу от этого получили. Спасибо, Зоя Леонидовна. Спасибо, коллеги. Покажите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, когда мы задумывали данный семинар, то стал вопрос междисциплинарность рассматривать всякая цель, как содержание диссертационного исследования, что сейчас тоже, в общем-то, актуально, и мы, в общем-то, в некоторых докладах об этом убедились, и сейчас, когда группы говорили, то часто именно междисциплинарность выступала неким содержанием как целый исследований. Называется наш семинар все-таки междисциплинарный подход, и подход в том смысле, что вы его указываете как один из основных в своем исследовании. Соответственно, в этом случае возникает вся та методология, которая требуется в описании. Вы должны представить, соответственно, на каких принципах разворачивали эту деятельность в этом междисциплинарном подходе, какие мероприятия вам помогали в этом, на кого вы из основоположников опирались в тех или иных дисциплинах. Это очень важные ключевые моменты, которые в диссертации вам действительно помогут расширить то мировоззрение, тот взгляд на ваши проблемы. И мне кажется, вот здесь нужно для себя вот этот акцент как бы принять, потому что сейчас действительно сам подход, он редко встречается, на самом деле, в описании, но все больше и больше проявляется институционных исследований, мы убедились, когда Сергей Борисович говорил о трендах, и явно, что этот подход имеет место быть и собиранных, и даже может быть уже и в каком-то смысле быть в приоритетах исследования. Поэтому действительно вот этот вопрос, который четвертым мы предложили, он очень важен, и то, что Зоя Алексеевна говорила, какими мероприятиями можно добиться взгляда более широким на свои проблемы. Это значит, что пойти на методологические какие-то семинары, пойти к философам, которые обсуждают ключевые вопросы философии образования. Это поможет вам быть наглого выше даже тех специалистов, которые вы знаете, да, в диссертационном совете, вы будете отвечать на том языке, который возможен, возникнет, да, потому что, опять же, в члене диссертационного совета находятся разные люди, и психологи, и методисты, и, соответственно, вот эту проблему, которую вы рассматриваете, будут обсуждать на разных языках, на разных понятиях, на основе разных основоположных. Таким образом, это вот важный момент для себя, простроясь в перечень мероприятий, которые необходимо посещать и обсуждать на этих мероприятиях ваши проблемы. Поэтому, мне кажется, вот в этом смысле наш семинар, он имеет, ну, большую такую значимость, и должен вам обязательно помочь, а вы для себя обязательно должны составить план действий, для того, чтобы этот подход действительно помог решать вашу проблему наилучшим образом. Ну, коллеги, у меня такая короткая завершающая часть по нашему семинару осталась. Безусловно, мы всех вас поблагодарим, всех наших участников нашей встречи. Хотели бы поблагодарить наших спикеров и вручить им благодарность, и Сергей Борисович, он вам благодарен. Благодарим вас за содержательный интересный наклад, благодарность вам. Спасибо вам за исключительно на полу и проклад, благодарность вам за участие. Благодарим вас за участие. Мы вот это также в электронном виде направим. Коллеги, если мы были полезны вам сегодня, в программе есть QR-коды, по которым мы просим вас зайти и оставить свой короткий отзыв для нас. Для удаленных участников сейчас будет направлена ссылка в чат, по которому также можно пройти анкету. Мы приглашаем вас в дальнейшем на следующий наш семинар. Следующий семинар пройдет в апреле, и он будет касаться научной инвизи и педагогического исследования. Далее семинар будет в мае, и он будет посвящен введению и обновлению противоведриц. Тоже, мне кажется, будет актуально и полезная совершенно история, которая вас страхует, поможет, в том числе и в основном введении ваших исследований, в том, чтобы помогли в дальнейшем показать научные сообщества выразить себя, обмениваться информацией, в том числе и пользу даже вашей исследований. Коллеги, я напоминаю, что у вас продолжается марокон науки с томским педагогическим. Сегодня также продолжаются мероприятия, еще два дня они продолжатся. Принимайте активное участие в новом же экране. До новых встреч!